приветствую обзор знаете что такая у меня веселая улыбочка мне очень нравится снимать вещи про которые приятно рассказывать когда у тебя что-то хорошее то обзор идет легко хвалить за дело всегда приятно а сегодня похвалю вещь которая попадалась на одном большом обзоре это мне она дико понравилась по сути это был единственный лук которыми очень не хотелось отправлять назад это лук марки сатори модель огни и про этот лук мне хочется сказать одним предложением так классика как она есть в этом луке все как надо вообще учитывая немалые размеры до 60 63 дюймовый рекурсив я могу сказать что годах и так шестидесятых это была самая настоящая спортивная классика ты по-моему даже до семидесятых лук бесподобен приятные материалы очень неплохой дизайн рукояти я прекрасно понимаю что он именно неплохой вот лично мне вот в одном месте вот здесь есть такой маленький бугорок который хотелось бы подшлифовать а во всем остальном у просто класс к стучит а то что это дерево сделать это можно легко но опять таки поскольку это делает мастер кастомизация лука не имеет совершенно никаких проблем орех ясень и тому прочее вроде бы ничего такого военного но все сделано бесподобно дальше тянется действительно очень хорошо действительно породисто более того этот лук я таскал спортсменам и действительно говорили что ну чек натягивают ухты прям как алинку прям как мой спортивный лук прогнозируем хорошо мягко я не перехваливаю поверьте именно так оно и есть очень хорошая склейка очень толково все сделано но самое главное достоинство этого лука это то как он стреляет я уже произносил фразу что этот лук стреляет сам я снова повторюсь я говорю это не всегда но это ощущение есть во первых он действительно стабилен настолько насколько это возможно редко когда попадаются деревянные луки которые обеспечивают такую стабильность он мне напоминает по качеству выстрела намного более длинные олимпики для начинающих не крутят в руки хэндшока нет и так далее но при этом он намного быстрее их чем-то неуловимо может даже хоть напоминает что ну в общем напоминает уже большие луки с алюминиевыми рукоятками это действительно уровень очень аккуратно задела на тетива вот это очень забавная вещь обратите внимание сделано вот такие вот таблетки под тетиву лук жесткий не вертолете сделан действительно очень хорошо и очень очень вкусно стреляет я готов хвалить этот луку не знаю до посинения потому что из него классно стрелять по мишеням из него классно стрелять в поле не имеет значения сверху вниз внизу вверх он позволяет делать все и очень такой забавный момент наверное из вот такой вот классической традиции так его назовем посудите сами в некоторых случаях такие дивизионные относят почему-то к традиции многие говорят классика но поскольку он цельный деревянный я вот назову классической традиции традиционной классикой вот этот лук очень классно стреляет карбоном ощущение такое что возможности у него таковы что дерево уже не справляется то есть действительно нужен комплект хороших спайнованных весовых четко подобранных стрел чтобы он мог показать все на что он способен а многое даже вот такой стрелок косоватый как я которые редко тренируются абсолютно безо всяких проблем раз за разом с 20 метров где-то в 35 38 сантиметров мишень стабильно укладывает безо всяких промахов безо всяких проблем более фокус можно провернуть из большая дистанция и вас уверяю лук отменный мне хочется его хвалить и хвалить и хочется стрелять и стрелять действительно я наконец-то нашел большую классику от которой получаю кайф давно такого не было отличная вещь замечательная работа из недостатков как тут могут быть недостатки я так расхвалил у лука недостатков я не нашел скорость есть она не заоблачно но она неплохая она есть стабильность комфорт на высочайшем уровне во первых тетива раскошельтесь закажите сюда fast flight вы обалдеете очень аккуратно сделано но такое ощущение что просто дешевые покрышки на дорогом луке при том если вы начинающий стрелок такая обычная докроновая тетива будет наверное даже преимуществом но более хорошей более жесткой более подходящей тетивой раскрывается вообще по полной и мне не совсем нравится материал меха он очень мягкий кое-где начинают потихонечку уже заваливаться но это опять-таки решается элементарно вы вольны купить какую-нибудь фирменную наклеить какой-нибудь там камус какого-нибудь там зверька этому прочего но сам лук бесподобен великолепен ссылки для заказа лука в описании между прочим при заказе лука можете произнести фразу я с канала мика арча будет маленькая скидочка вот увидите и своих денег он определенно стоит я смотрю я разглядываю этот лук и понимаю что на самом деле я затягивает обзор давайте лучше посмотрим как он стреляет потому что стреляют он здорово лучше попробуем пострелять 20 метров мишень чуть меньше 40 стреляют домашний интересно легкая намного более легкая стрела наверное намного выше уйдет это были пристрелочные выстрелы лук стреляет сам обожаю что-то как это что-то 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 с этими стрелами особенно офигенно да вот легкие стрелы вообще класс в общем залез я на этот замечательный пригорок я думал там постреляя сверху вниз снизу вверх вот вы можете видеть сколько здесь травы я конечно боюсь растерять стрелы но проблема в том что даже мишень здесь не увижу буду искать более подходящее место вот что мне нравится очень четко выдерживается горизонталь она все прицел кровосоцающая мерзость прежде чем стрелять дорогие мои любители животных мы должны обратить внимание на тропу по которой ходят дикие колесоногие животные благодаря хорошему расположению нашей засады мы можем их слышать издалека и видеть что ехать по другой дороге можем стрелять так тут метров 25 вот обеку сделаем прикольно стрельба нравится отходим отходим ну чё 30 странно высоко пристрелка подожди что могу эту точку почти да все вышло смешно окей итак 30 метров пока с огурлазить это просто капец трава сколько стреляют деревом я не ожидаю что попаду с первой попытки но самое главное обратите внимание как это видно с фотоаппарата с телефона ну будем считать что повезло как с телефона это далеко выглядит пойду поставлю еще разок нет мне все таки не повезло мишень сломала стрелу вот что бывает пристрелил в таких условиях попробуем еще разок ну что сломаем еще одну стрелу стой стой тридцатник а мишень чуть ниже чуть меньше 40 сантиметров так вот с этой стрелой сейчас будет облом она тяжелее я пытаюсь угадать по прицелу слушая учитывая как она попала ну ладно все хлопка не было не за счет рядышком не считается а вот это считается он точный он обалденно точный я от него балдею давайте посмотрим что там настрелял так а вот что я с тридцатника разнобоем деревом настрелял очень скользкая обувь вы не поверите это капец один раз да виноват но я этого и ожидал а все остальное вот этот квадрат чуть меньше 40 сантиметров то есть 30 метров то есть 30 метров я человек который тренируется редко которого более чем скромные стрелковые данные с 30 метров показал ну такой вот результат деревом разным у меня сейчас нет комплекта между прочим несколько человек мне обещали комплект наверное все таки его у них попрошу перешло время но лук прощает очень 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 многое он действительно черт подери хороший вот это 9 3 5 у у а у у у у у Продолжение следует...